Игроки представлены в городе Ночь. Это еще одна традиция, которая никогда не нарушалась в городе Ночь. Игроки представлены 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 в городе Ночь. В этом номере сказала что-то про семерку, у меня бы игрок номер 9 потом бы после игры просто в немецкий крест разорвал бы. Вы говорите про игрока, который еще даже ничего не говорил. Я сказал, что не фон игрок номер 3. Ай, не знаю. Для меня это очень подозрительно. Я в старой школе, говорите о игроках, о которых они говорили, очень-очень подозрительно. С игроками до меня говорящими, то я только с игроком номер 2. Считаю, игрок номер 2 хорошо поговорила, хорошо заметила, игроку номер 1 цвет не даю, не говорю, что вот игрока номер 3 точно дают цвет, вот считаю, что вы черный, вы так не делали. Игроку номер 1 подозреваю, но я его подозреваю всегда. Он меня обманул один раз, будучи черным, и теперь у меня паранойя по игроку номер 1. Поэтому я согласен с игроком номер 2, что игрок номер 1 отличный кандидат на проверку. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 5, господин Инди, у вас минуты. Доброе утро всем. Все подозрительные, это не знаю, это, наверное, для меня, потому что первый действительно сказал очень много не по теме, не по столу, вот для меня это была подозрительная. Двойка слишком была сожата, когда проснулась, для меня это тоже вызвало подозрение. Тройка, мне понравилось, опять же, просыпание, и четверка, из-за того, что сказалось, что вот есть какие-то правила, это не знаю, я не знал, что оказывается нельзя говорить, вот, в других игроках не говорится. Ну, окей, хорошо, попробую это, да, не высказаться вот по поводу них, в общем-то, поэтому пока что все, спасибо. Спасибо вам, господин Инди, милости просим, ваша речь, минута. Доброе утро, игроки, ну я, наверное, пользуясь случаем, скажу, что для меня это честь быть среди таких игроков сегодня, вот, это каждый по-своему легенда, в разных сферах, в разное время, вот, и на самом деле какие-то, знаете, такие чувства переполняют. Уже целый год я не сидел за столом, не сидел с многими игроками, с некоторыми я никогда не сидел, но о них слышал, вот, есть такое дело. Легенды мафии. Легенды мафии, да, которые я слышал от Эрнеста, от других игроков по клубу. Ну, по столу, что могу сказать, половина пройдена, четверку, насчет четверки, я ее даже не буду не подозревать, ну, четверка есть четверка, подозрение четверки или предугадать ее цвет, это равносильно, что сделала группа. Ну, то есть, это мы посмотрим потом, по голосованию, я выбрал спокойную мирную карту, то есть, какой мега-активности я не буду делать, буду стараться помогать красному городу, пятерка, нервничал, на удивление, двойка, сначала начал как-то туго, начал речь, но потом исправилась. Спасибо вам, слово игроку номер 7, господин Гевара, ваш имя. Много хочется сказать, у меня простое ощущение, что долго не протянусь за столом, ну, да, как минимум, да. Меня снесут днем, но я думаю, что меня, скорее всего, заказали ночью, потому что, вот тут жалко кого-то убить, можно меня заказать, я готов с собой пожертвовать, да. Прежде всего, хочется сказать, я так восхищен играть сейчас с моим любимым игроком, доктором. Это мой любимый игрок на веке, я обожаю этот персонаж, он гениальный. Вам очень трудно давалось членство в клубе, только благодаря тому, что доктор никак не давал голос свой за вас. Это длилось 8 месяцев, поэтому, когда такие были мучительные вступления в клуб, как раз на 9 месяц вас приняли в клуб, когда доктор дал свое согласие. А он тогда был членом консультативного совета, поэтому, да, вам сейчас, вы потом скажете, я вам добавлю время. Это бесспорно мой любимый игрок, номер 1. Второй, наверное, доктор-лектор, как мы с вами, тоже доктор. Да, ну, по подозрениям 24. Надо проверять 24. Время! Спасибо вам, господин Гевара. Слово игроку номер 8. Добрый вечер. Вы знаете, у меня сегодня такая ностальгия. Я вот реально помню первый день, когда мы пришли с Калатан, в Оранжерею, когда мы ждали игрок номер 4, там, допустим, мы прожали коленки. Поэтому мне абсолютно безразлично, какая команда сегодня победит. Я хочу, чтобы у нас у всех было очень теплое ощущение от этой игры. В данной игре я классная игру. Немножко скажу по столу, но я не буду говорить единицу и четверку. Почему? Потому что их, как бы, вот, тащу, и семерку. Потому что их ощущения были, вот, очень похожи со мной. Это не говорит ни о каком их цвете, но так как у них были какие-то воспоминания, мне тяжело их судить. Я считаю, это указано, и мне не понравилась стройка, потому что только начали свою речь с того, что... Вот как они могут на кого-то там нажать, хотя ни один, ни два, по факту ни на кого не нажали. И двойка только сказала, что не может единицу считать красным. Десять секунд. То есть, не дай, когда я была речью тройки, немножко мне не понравилась тоже пятерка, нервничал. Шестерка, вроде хорошо, но вот этой вот боязнью заехать на четверку, таким, возьми... Ну, ты сразу сказала, что на нее ничего говорить не будет. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер девять, господин доктор Вашин. Угадом буду, но в той первой игре из всех присутствующих за этим столом был один инди. Больше не было никого. Поэтому персональный, эксперт и прочее. Это первое. Второе. Ужаснулся. Мы тут, хотел сказать, с Наташей, с Медуницей. Двенадцать, ну не двенадцать, одиннадцать лет. Я только в школе учился больше, потому что два раза оставался на второй класс, чем играй на Мунафе. Ну вот. Вдуматься только. Стука не знаю. Какие-то потрясающие. А тебя... Антаркеска, фол игрокам номер шесть и три. Да, конечно, потрясающие. Тоже умственные. И вот нам тогда казалось, что вот как только... Меня добавят, конечно. Я же до этого и обещал. Я же заслуженный. Я же еще почитаю немного. Да, да, вам добавят. Я считаю, что совершенно невозможно в каком-то возрасте, вот, в который мы там перешагиваем постоянно, найти каких-то новых друзей, новых людей, с которыми хотелось бы общаться. Несмотря на то, что мы за тот первый, например, выдающийся год, ну, конечно, тысячи миллионов раз поубивали друг друга, зато одиннадцать лет это было крепкой дружбы. Поэтому я хочу желать новому поколению игроков в эту игру ну, каких-то, в общем-то, отношений за пределами этого вставать. для меня, и большое тебе вот то, чего я придумал, нельзя говорить, вот, то я не скажу. За то, что ты нас всех вот тут вот познакомил. Я вот, ну, что уже краснее по этому поводу. Шериф, проверьте, пожалуйста, про детского рокера. Вот. Сколько вам еще добавить, госпожа Медуница? Да я бы думал, читать, не читать. Читать, читать. Я вам добавляю. Потом, потом. На втором кругу, да? Нет, нет, дело вначале, дело, потом... А, понятно. Время, игрок номер девять. Игрок номер десять, госпожа Медуница, ваша минутка. Дорогие мои, я вас всех очень люблю. И очень рада, что мы сюда пришли. Много лет не ходили, и как-то вроде как и не тянуло. Кого хочешь, видишь, видишь, кому не хочешь, слава богу, что не видишь хрена. Слава богу, Фелл тоже устный. Ну, пришел и сел, и вроде как все и было. Дорогой шериф лично для меня, ну, просто на всякий случай, проверьте, пожалуйста, доктора. Это просто, чтобы я была спокойна. Мне не понравилось то, что... Мне понравилось то, что говорил Инди про Илтан. Она была зажата, потом взялась в руки. Мы знаем, какая она может быть кованная. Ну, ее подруга, дорогая Девалина, говорит, что она красная. Вопрос. То, что говорила Памела, было гладким и спокойным. И проснулась она такой уверенной. Наверное, ни у кого большого не вызывает... Ну, вернее, не будет большой дискуссии по поводу игрока номер Рокер. Думаю, что это игрок черный. А вот игрок Да Винчи, я не помню, чтобы я с ним играла. Но говорил он очень хорошо. Факт это, что это красная игра. И там красная, я не знаю. Я бы тоже его провела. Спасибо. Спасибо вам. В городе ночь. Город спит. Спасибо. В городе утро. Утро недоброе. Стреляли, попали. Мне очень жаль. Но игровой стол покинет игрок. Игрок сидит под номером... 5. Игрок номер 5. Вы убиты. У вас минута. И у вас есть право на лучший ход. Лучший ход это тройка черных игроков. С вашей точки зрения, это у нас дополнительный балл в игре. 3, 10 и... Не знаю. И вот не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. 6. Забыл. Как бы вот так вот. 10 секунд. Ну, по поводу тройки, почему-то я уферен, почему-то десятка, потому что она единственное сказала, что я красный. Это меня немного смутило. Ну, извините уж. Вот. А дальше буду отворачиваться, когда будут стрелять мафия. Все уже интересно. Спасибо. Спасибо вам. Поаплодируем, господин Эйнди. Игрок номер 2. Госпожа Илатан, вам слово. Ваша минута начала. Мне, конечно, жаль. Я бы с того же самым поделала бы 10 слов. Я бы с 10 игроками. Но вот на самом деле я устреляю раку номер 3. В моем представлении все люди, которые поговорили для меня по красному, считали его поздивительным игроком. И свою речь он тоже сказал очень почетно. По мне, и я сейчас склонна голосовать за этого игрока. Что это значит? На самом деле, то есть игрок номер 7. Я бы считаю красным игроком. Потому что стрелка для меня черный игрок. Соответственно, он сразу кинул провокацию на вас. И скорее для меня это вас окрасняет. Но при этом ваша речь... Ну, мне бы хотелось сыграть с вами. Вы начали меня поздравить, при этом, несмотря даже в глаза. Первый раз, потому что на первом кругу я ни разу на вас не посмотрела. Но и четверку я тоже считаю красным игроком. То есть я знаю, что я вытащила красную карту. И мне кажется, что четверка красный игрок. Я считаю, что в мафии еще урок номер 1. Почему я так посчитала? То есть первая речь была очень эдральна. Все это заметили. Но потом мне хотелось найти контакт с этим человеком. То есть я понимала, что это уже скорее всего все черный для меня. А кто же сидит здесь? Но при этом как бы игрок не шел на этот раз. Для меня это скорее бы черный. Да, спасибо вам. Госпожа Илатан, слово игроку номер 3, господин Рокер Ваш. Я не думаю, как можно найти контакт с игроком номер сидящим рядом. Там под столом, там коленкой, как-то там ножкой, ручкой, да. Не понимаю. Пока не буду говорить ничего про номера 2. Немного номера 1. У меня, если передо мной хватает игроков, у меня есть подозрение и на 10-е, на 10-ку, на 9-ку и на 7-ку тоже. Вот я как в первом круге сказал, вот так же я и хотел бы выставить. Выставляю игрока на версию. Принято. Я не знаю, красный, он черный, он, потому что я обычный мирный житель. 5 секунд у вас. Есть такое просто вот ощущение, и все, больше ни на что не спрашивает. Время, спасибо вам. Госпожа Памела, Ваша минута началась. Я сижу и думаю, как играть. Сразу, ну, как бы, атаковать или подождать немножко. Сразу рубить, да. Я представляю, ка номер 9. Очень вас люблю. Очень стала ваших стеклов. Не дождалась. Считаю, что вас встречено. Поэтому я считаю игрока номер 10 красным. Я боком почему вас переспросила, потому что игрок номер 10 заметил. Она направила проверку Шериху на 9-ку. Не знаю, кого там Шерих проверял, но для меня 9-ка очень подозрительная. Хотя голосовать я готова сейчас в тройку. Я считаю тройку черным игроков. Вот, для меня 3-9-2 черных игрока в данной ситуации. 3-9-2 черных игрока в данной ситуации. Я готова голосовать за тройку, потому что тройки, ну, как бы, до вас поговорили игроки. Вы все равно семерку. Вот семерка вам не понравилась по просыпанию. А анализ игроков, которые поговорили, нет никакого анализа. 10 секунд. Вот, тем более семерка, почему ты вас подозрительная? Он 2-4 подозревает. Вас считает красным. Ну, как-то вот, не складывайте мне. Шестерку считаю красным игроком, двойка считаю красным игроком. Дальше я говорить не буду. Ну, как же там дальше мы есть. А, ну, 10-2. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 6. А если думаешь, что должен был прочитать игрок номер 9? Думаю, рэп прочитать должен был или что? Потом наконец-то... Рэп по вашей части, господин Андрей. Ну, я шучу. По столу, ну, что могу сказать? Конечно, помыла, это великолепный игрок. Вот, она меня, если убеждает и может подкупить в игре, то это все. Если она черная, то однозначно черная выиграет. Если красная, то да черная выиграет. Смотрите. Ну, двойка поговорила великолепно. Сейчас все. Все мои сомнения, которые были, они отпали. Вот было, когда она туго начала, но это всего лишь туго начала. Речь прекрасная. Она краснилась. Вопросов нет. По тройке я пока не буду комментировать. Игрок номер 9. Я очень внимательно вас послушаю. При всем при этом конструктива именно по игре я так и не услышал. Надеюсь, услышу сейчас. Семерка. Ну, такой себе черненький, серенький. Такой сидит, притих. Мы еще посмотрим. Ну, посмотрим на тебя. Пять секунд. Восьмерка. Коварная. Может быть, красная. Может быть, может быть, может быть. А десятка ничего не понравилось. Время. Спасибо вам, господин Эмдислав. Игрок номер 7. Господин Гевара. По тройке надо было прокомментировать. Потому что вы у меня сейчас списываетесь 3, 6, 9 в одну команду. На вас так вот девочки дарят вообще активно. То есть, ну, вот, получается, две команды. 2, 4, 10 против 3, 6, 9. Я в 9 голосую не писал. Фу, на игрок номер 6. Окей, окей. Хорошо, тогда... Я готов голосовать за тройку. Он на меня наезжает, конечно же. Но в любом случае, вот именно доверие того, что... Ну, его хорошо так сильно. Его так валят довольно активно. То есть, это о чем-то говорит. Тройка пытается валить в ответ меня, а не контратаковать. Это больше черное поведение. Поэтому я больше склоняюсь голосовать по тройке. 10 секунд. Меня напрягло в том, что шестерка сказал, я не комментирую по тройке. Ну, это черный ход более, который вот, может, вы его своего девятку тоже будете сейчас валить. Ну, я за тройку. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 8. Госпожа Диавалина, ваша минута. Какая-то мафия от круга к кругу полностью меняется картина мира. Значит так, кто выставлен? Господин ведущий. Господин ведущий. Кто выставлен? Выставлены игроки 3, 9 и 7, только в другом порядке. Я выставлены игроку номер 1. Я буду сейчас голосовать за игроку номер 3. Я считаю его подозрительным. Лично не стало его лучше. Никто не согласится в его защиту. Поэтому я склонно голосовать за игрокам номер 3. Между 9 и 10, не знаю, кто мне кажется черным больше. Почему я выставила? Я выставила тебя. Потому что на тебя есть подозрения. Ты будешь говорить самым последним. Я хочу тебя послушать. Я озвучила, что, скорее всего, буду голосовать за тройку. И имею право выставить, кого хочу. Какие вопросы могут быть? Десять секунд. Дальше мне как-то сложно. Мне по речам больше не понравилось десятка. Возможно, потому что девятка ничего по игре не говорил, кроме там тройки. Время. Спасибо вам. Господин доктор, ваша минута начала. Оставляю двинчи. Выставленный игрок номер один. В наше время, конечно, мы плохо считали, не запоминали, не обращались к игрокам по этим числительным местоимениям, а с удовольствием обзывали друг друга этими никнеймами. Но мы немножко отстали от вашей жизни. Вы побежали вам, говорите, номер такой, номер такой. Это нехорошо. Я не стану голосовать против игрока под номером 2. Я не стану голосовать против Илэтана. Я не стану голосовать против Имбирь и против Диавалии. Имбирь или Инди? Нет, не Инди. М-ди. М-ди. Извините, да. Я буду было садать против рокера. Спасибо вам. Слово игроку номер 10. Госпожа Медуница, ваша. Да, Имбирь это было круто, конечно. Славянская сегодня львется рукой. Я играю в эту игру с Памелой. Я всегда мне было с Памелой играть интересно и очень напряженно, но в первом круге она сказала хорошо и гладко, никаких сомнений. Второй круг она не поменяла тактику, и то, что она сказала, я думаю, точно так же. Сейчас я споняюсь с того, что надо освободить несчастного рокера от этой страшной роли, она ему не нравится, по всей видимости, это Дон, потому что он напряженный. Я не знаю, я не Шерид, это красный игрок, но думаю, что мы поступим правильно, если мы его уберем, ему будет легче жить, и нам, наверное, тоже красный. По-прежнему у меня вопрос по моему любимому доктору, потому что он не против меня сидит, я его не вижу, я не хочу, никогда не знаю, красный он или черный. Я буду слушать, что скажет игрок, которого я не знаю, буду прислушиваться к нему, и правильно сделаю, чтобы выставила Белла Лина. Ну, пожалуйста, и все, сейчас за трех удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Господин Да Винчи, ваша минута начала. Давайте я обозначу игроков, с которыми я поиграю в этой игре в качестве красных игроков. Это игроки по номерам 10, 6, 4. С игроками 10, 6, 4 я поиграю, игрок по номер 4. Я просто рекомендую игрока по номерам 1, не играть против игрока по номерам 1, потому что игроки... Смотрите, есть другая команда, 3-9, для меня это очевидная команда, потому что тройку слили все. То есть, ну, от тройки отказались все игроки. От игрока по номерам 1, господин Рокер отказались все игроки. Смотрите, я договорю. И то, что господин доктор, допустим, отказался от игрока по номерам 3, дал его на проверку, это ничего не значит. Ровным счетом, точно так же, как и двойка выставила игрока по номерам 3, после того, как круг закрыли. Игрока номер 3 попросили на проверку. То есть, это, ну, очевидно, очень плохо поговорил номер 3. Игрок номер номер 2 открывает круг. Самое простое сделать решение, откраситься для всех, выставить игрока по номерам 3, и что стоящее, что на контакт не идет игрок номер 1. Я не знаю вашего цвета. Как я смогу идти на контакт или не идти на контакт? Выставляю игрока по номер 8. В рамках с тем, что мне не нравится игрок номер 2, номер 8 становится на защиту игрока номер 2. Поэтому у меня вопрос к игроку по номерам 8. Я не хочу стоять последним на голосование. Игрок номер 9 выставил игрока номер 1. Спасибо вам. Дамы и господа, сейчас убираем всяческую жестикуляцию. И у нас еще есть такое понятие, как мы переходим в суд. В этот момент никто ничего не показывает и ничего не жестикулирует, потому что у нас просто жестикуляция стала клеймом в мафии, поэтому игроки больше руками махали, чем общались. Мы в миле правила, когда за любой жест после этого слова мы перешли в суд, никто ничего не показывает и не показывает, в кого голосовать. А мы только слышим голоса и только определяемся путем голосования. Никаких цифр, никаких жестов в этот момент игры делать нельзя. Первым будет голосоваться игрок номер 4, вторым будет голосоваться игрок номер 7, третьим будет голосоваться игрок номер 9, четвертым будет голосоваться игрок номер 1, пятым заключительным игрок номер 8. В этом первым был игрок номер 3, вторым игрок номер... А я не так сказал? Извините. Первым... У меня записано так. Но я повторю. Первым игрок номер 3, вторым игрок номер 7, третьим игрок номер 9, четвертым игрок номер 1, и пятым игрок номер 8. Заключительным. То есть дальше уже было все правильно. Это была оговорка Я легко признаю, когда я что-то не так делаю Поэтому вам повторяю Кто за то, чтобы игровой стол покинул, игрок номер 3 Прошу голосовать, спасибо Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь голосов Шесть голосов Нет, вернее пять голосов Просто руки на столе стоят, их много Я привык вообще не видеть других рук на руках Но пять голосов это большинство Дальнейшее голосование мы останавливаем Нас девять человек за столом Игрок номер 3 у вас минута Тоже не дали пожить Спокойной и красной жизни По последнему кругу У меня есть Подозрение По четверке Она очень активная Может быть, чтобы не показаться Красной Или быть все время красной По четверке Я бы голосовал Все равно за себя Все больше я никого особо не вижу Спасибо Спасибо вам Поаплодирую Игрок Скажите Игрок Стол в городе Ночь Город спит В городе Утро Утро не доброе Есть жертвы Одна жертва Это игрок под номером 4 Вы убитой Госпожа Памела Андерсон Игрок под номером 4 А так хорошо разыграли Вот так посидели Вы еще красивенько Шестерка Вошла вместо меня Вскрываться Шерифом Дали шериф этой игры Вот И специально голосовала по другому Двойка Двойка с восьмеркой играет Девятка играет против вас Вы свой голос Оставляли в девятку Чей вы голос собираетесь собрать Еще на самом деле Вам нужно было объединяться Играть вместе Как по мне Либо так уже сложно Ну раз столько семерку Вы можете голос словить Десятка подозревает девятку Девятка Ну типа К вам якобы Может быть голос Ну в общем Вот такая вот игра Две проверки Девять и один Черные игроки Голосовала стройка Потому что хотела Чтобы шестерка Поаплодируем игроку Номер 4 Покидает игровой стол Слово игроку Но я прошу Соблюдать зрителей тишину Игрок номер 6 Ваши минуты началась Господин Значит смотрите Теза Самое главное Не все знают за столом Единственный игрок Против которого Мне играть черным Очень тяжело Это против Памела Она всегда меня видит черным Поэтому однозначно Она меня не видит красным Я игрок красный Я собирался играть с ней Сейчас я выставляю Игрок номер 9 Игрок номер 9 Уходит сейчас Только игрок номер 9 Потому что Если мы сейчас Не проголосуем Есть вероятность Что мы можем проиграть Потому что у меня По сей секунду Есть сомнения Что игрок номер 3 Был однозначно Черным игроком Это понятно Всем красным Это смотрите Есть проверенных Два игрока Сейчас все красные игроки Все красные игроки Без лирики Голосуют В игрока номер 9 Потому что Если за столом Сидит Три черных игрока Есть возможность Того что мы сейчас Проиграем Мафия выиграет Полным составом Я думаю это понятно Игрок номер 9 Никого Красные игроки Не выставляют Если кто-то Кого-то выставит Я буду этого человека Подозревать Игрок номер 1 Может выставить Спасибо вам Господин Гевара Минута Не ну да По сути игра закончена Разобрались более-менее Ну вот Вот очень было легко Вас записать в команду Стройкой Стройкой Уходя Отдал заказ Не четверку Это мы все слышали Да То есть Четверку Он скорее всего Проверил Поэтому 3 1 9 Но Все таки Если что-то Вдруг пойдет не так И уйдет И 9 И 1 И останется 6 И останусь я Я буду Девять за 6 Спасибо Спасибо вам Слово игроку номер 8 Господа Дьяволина У вас Я тоже сижу Думаю Все же понятно Пока игра неинтересная Пока не ушла Девятка-единица А вот если она Потом продолжится Вот потом будет интересно Да Значит Игрок номер 6 Не переживайте Мы с вами С двойкой И с десяткой Точно проголосуем Девятку И этого нам хватит Чтобы вывести Ну потому что Мы же не можем Не проголосовать С двойкой И десяткой Не можем Что нас Самого первого круга Подозревает Спасибо Спасибо вам Господин доктор У вас Минута времени Ну конечно Я мог бы сказать О том Что в этой игре Огромное значение Имеет Умение Вести за собой Конечно Я мог бы сказать Что Верок По левой руке От меня И оппозиционный Мне По-моему Это Конечно Те личности Которые Смогут Заводить Рака За камень И называть На белое Черное Или на красное Белое Или какие-то там Ну конечно Я могу сказать Что я шериф Что я проверил Первую ночь Рокера И Уверен был Что его нужно Сносить Конечно Я мог бы сказать Что я Вот во вторую Ночь проверил Первого Десять секунд Вот Ну я этого не сказал Не сказал Спасибо Спасибо вам Слово игроку номер десять Госпожа Медуница Ваша Ну бывает Бывает Спасибо Спасибо вам Слово игроку номер один Господин До Винчи Минута Давайте я Пару слов Скажу По поводу Игры игрока Под номером четыре В этой игре Игрок номер четыре Я Ну не сомневаюсь В проверке Игрока под номером девять Но игрока номер один Черного не было Я уверен Что игрок номер четыре Проверил кого-то Из игроков Два и восемь То есть Ведущий сарал Найдя красного И оставил Уйдя Игрока под номером один Удалить Таким образом Вы понимаете Что я говорю Не понимаете Потому что я Сказал Что я не играю С игроками два восемь Она кого-то из вас Может проверила На красноту С того зала Шел красный игрок Нашла вас И в итоге Оставила меня Черным игроком Проверенным Но сейчас На этом кругу Выходит игрок Тонером девять Там дальше Посмотрим Спасибо Спасибо вам Игрок номер два У вас минута Ну мне бы наверное Хотелось бы Еще раз пересдать карту О Потому что Ну как-то для меня То есть Сам Подкредились уже Наверное Подозрения Трехмафиози Когда говорила Одруг номер десять На предыдущем кругу А когда еще Игрок номер один Закинул Такую вот Альтернативную теорию Воводу другого Кто выставлен? Выставлен игрок номер девять Ну То есть Я могла бы Конечно Выставить один Но Нет смысла Но Понимаете Все красные игроки Уверены В том Что Три девять И один Нафиа Кстати По настоящему Правилу Если выставлен один Кандидат Он не голосуется Ведущий Объявляйте Следующую На самом деле Это правило Действительно Наверное Только в первую ночь Десять секунд Доктор придумал Еще одно нововведение Мы его рассмотрим На совете Федерации Что на каждом кругу Одна кандидатура Все-таки голосуется На любом кругу Кроме первого По правилам игры Игрок номер девять У вас минута Даже полторы Две Мы ждем от вас То что вы нам обещали На первом кругу Не по теме конечно Но по крайней мере Хотя бы одно слово Имеет отношение к теме К клубу И месье президенту Время называется Из сказок Эрнеста Мадей Теодор Гофмана Одно слово Совпало Да? Зубы сотрутся В зубной порошок Память Просрочив Кризиты От времени Не в силах Запомнить Последний стишок Уйдет с молотка За долгами Дермира Губы Сфальшивят Мажорный Аккорд Слава растает Как снег Или олова Лев неспособный На плач И укор Останется спать На холоме Ватерло Овом Трубы Приколют И город Покроют Изысканно Мхом Чтоб не было слышно Довьева Плача И цахес Себя повелителем Блох На шкуре Быков Олимпийских Назначит И будет Зима И замерзнет Ручей И станет Грызть Кожу До мяса Коростом Но Эрик Прибавит К фамилии Че Посеет Горчицу И вырастет Браво В городе Ночь Город засыпает Город спит А макия Выходит на охоту И проходит Мимо игрока Номер 1 Номер 2 Номер 3 Номер 4 Номер 5 Номер 6 Номер 7 Номер 8 Номер 9 Номер 10 Макия сделала свое дело Макия удаляется Просыпается Дон игре Дон игре Спрашивает ведущего Кого читает Филипф Дон игре Получает свой ответ Филипф игре Спрашивает Филипф Кого читает с макия Получает свой ответ Высыпает В городе утро Утре недоброе Игрок номер 1 Макия